Мы ездим в любой пионец и в России и имеем коммуникацию не на уровне, я тебя понимаю, а полная, нормальная коммуникация на русском языке. Единость была такая. И мы решили вот русский язык какой-то нечаянтельный, что он, говоря языком техники, самую застанавливающую кодку в мире. То есть есть такие кодки, которые в состоянии себя компенсируют в случае, если у меня есть какое-либо отклонение. Мы, если какая была, не знаем, что здесь более специалисты, чем я. Но потом я решил установить это не так. Самое главное это те люди, которые обеспечивают единство русского языка. И вот за вас, людей, я очень рад, что вы здесь собираюсь вместе и приветствую всех. Хорошо работал на гидрофон, нам кажется, не писал. Но это даже лучше. Вы услышали то, что я хотел сказать. А те, кто слушает по трансляции, услышат то, что нужно. Поэтому поздравляю вас за то, что вы собрали такую замечательную команду, команду для всей России. И удачи вам в этом замечательном деле. Пусть оно продолжится за пределы этой программы, так же успешно каждый день. Спасибо. Уважаемые слушатели курсов, уважаемые организаторы, члены институционной комиссии. Решите мне представить. Меня зовут Елена Юрьевна Скорова-Филипс. Я приехала из Техаса, и тема моей специальной работы по защите работы русских, как неродной «Русский через искусство». Ну, вы знаете, что 25 лет назад во время перестройки массовой эмиграции русскому языку был нанесен сокрушительный удар. И стало меньше преподавание русского языка в процентном отношении не только на территории бывшего Советского Союза. Но еще массовая эмиграция везла с собой детей, которые сейчас уже имеют своих детей. И проблема в том, что внуки теряют свой культурный свой, они теряют связь с родным языком, что является неправильным период глобализации. И единство вы стараетесь сделать единым русский мир. И вот в этот период встает вопрос о том, как сделать, детям, чтобы дети не теряли интерес к изучению русского языка. И поэтому тема моей работы «Русский через искусство». Потому что наши задачи несколько отличаются от задач учителей, работающих на территории России, Казахстана, у нас нет культурного слоя, в котором ребенок растет, впитывая в себя традиции, язык, сказки, музыку. И поэтому мы стараемся создать этот культурный слой, чтобы ребенок имел возможность увидеть, как работает русский театр, как это представление танцевальное, заходить, изучать язык и начать изучение. Вот такая моя презентация. КОНЕЦ Продолжение следует...